привет зритель я сегодня разорилась на главу за 3000 без рубля 2 1999 рублей дэксп в днс и но в общем она игровая но как бы не игровые они ну не совсем то и как я поняла у всех игровых клав которые вообще у всех клав которые с подсветкой у них буквы такие как бы практически никакие если не без подсветки но все-таки с подсветкой и я уже как бы поняла когда это решила ту которую выбрала сейчас я вам ее обозрю как бы часть 1 и потом уже будет вторая часть когда уже на руке буду держать скорее все камеру и покажу как она в действии я на сайте смотрела как бы есть которые вода отталкивающие но я не думаю что буду водой поливать клаву специально есть которая не знаю как это и общем не на было механическую клаву у меня раньше были все время механические клавы на не загонялась на эту тему что не механические как-то клава и клава хорошая долго живущая самая долго живущая была клава сус очень долго желала наработала у меня через переходник я уж не помню не знаю даже к чему подключались оклавы до ps2 у меня на системе кипс 2 но это юсбшная пока через переходник на ps2 засуну потом может быть уже в юсбшку вот ну в принципе сейчас у меня винты внешние не подключены поэтому как бы даже сканером я редко пользуюсь специально только подключаю поэтому у меня юсбшные порты пока свободных довольно много но как бы их всего шесть сейчас пока по большей части 4 свободных и миди клаву я в этой квартире вообще еще ни разу не подсоединяло суть такая что и две порты есть все вот эти механические недолго жили вот та асусовская она жила вообще с самого первого моего компа при том что его покупала тогда был уж на мой первый компьютер в 2006 году это изначально принадлежал компьютеры подруги моей сестры младшей и он у нее еще сколько-то лет жил вот эта клава на лет десять наверно жила вообще шикарная буквы стерлись уже только на последний год бытия ну она соответственно померла и тут я со своим приятелем вообще всем желаю таких хороших приятелей ну как бы программист наш японист из команды посоветовалась на тему клав и окажется вот тот дерьмо что мне продали в магазине в котором я когда-то покупала свой системник они изначально были таким хорошим магазином я не буду говорить название у него вообще как бы два названия не буду его рекламить потому что может кто-то решит что я его специально очерняю пойдет в этом магазин и наколется а кто-то ну не будем рекламить плохой магазин который скатился до ней да вообще низов таких что не уважают давно уже своих очень старых постоянных клиентов короче после того как я у них купила системник где-то спустя год у них вся эта комплект все комплектующаяся мелочевка даже вплоть до хаб юсби вот с юсби дырками там из микро какой-нибудь дыркой под флешку от того же телефона или там фотика в общем все вот эти sd карты переходнички он ну покупаешь два раза дороже чем он есть какой-то супер такой как бы крутой хороший но он такое говно и там уже как бы по чеку гарантии вообще никакой не было допустим та самая гарантия которая принята в россии что две недели как минимум на проверку тут тоже две недели как бы на проверку год гарантия 0 и год гарантии на проверку уже как бы есть не есть ну вот такая техника а там нет ну я там купила клаву и полгода еще не стукнула она была оказывается не механическая вот эта мембранная и настолько говно во первых я когда смотрела вчера коробочку от нее на коробочке как бы немножко одно внутри клава несколько другая а бумажка от клавы вообще 3 и когда я покупала мне как бы показывали вентринные образец а потом уже подсунули но я не проверяла как бы я же знаю это хороший такой магазин все супер и клава мало того что синие буквы на черном красные буквы на черном фоне а ты израиль русские красные буквы на черном фоне она темная ладно хрен с ним она темная можно там свет включить но у нее клавиши заедают настолько практически все что это полный тридец или не пропечатываются или тупо заедают или заедают и не пропечатываются я вчера две строчки приводила целых полчаса пыталась набить этот долбанный текстом буквально две фразы было вот хотела сдать до 12 перевод 20 страниц всего лишь текста ну 21 месте с обложкой сдала уже за полночь потому что вот у меня клава конкретно так не работала я уже так плюнула поняла что как бы ждать у моря погоды когда вдруг внезапно а вдруг мне кто за донатит три тысячи да вот так вот внезапно сказать лёля ты такая классная так нравится твой канал слушай я решил тебе сделать подарок вот тебе денег да или с неба упадет какая-нибудь подработка которая будет оплачиваться не только бартером допустим а деньгами я решила потратить последние оставшиеся деньги нет немножко еще осталось а короче на клавиатуру вот такую я полазала по сайтам я вообще как бы ну недели две назад на эту тему подумала думаю ну подожду пока еще но после того как это дерьмо за 400 рублей причем на озоне тогда ту же самую клаву можно было купить я уже лохонос тогда за 240 без баллов и без скидок вообще вот чистыми да зависли даже долбанная клавиша вот там пробела то я как бы поняла что нужно ну нереально работать это вообще полный тринец потому что что-то удобно делать на ноутбуке на смартбуке на нетбуке а что-то удобно делать на компе вот неудобно на тот момент делать на компе и вообще как бы комп он ну есть ему нужна нормальная клава у меня была дексповская клава белая с нормальными буквами но через год с хвостиком ну там может месяцев через 13 у меня стерлись некоторые буквы те которые я чаще всего пользую у меня были наклейки черные там синие буквы на них но не очень на белом фоне вот эти наклейки все равно было как-то темно плюс у меня эти наклейки оказались не очень качественные на джуме заказывала и они как бы тоже слегка быстро стерлись короче клава вроде и нормальная но буквы стерлись а тут кстати на той клаве было до десяти миллионов долблений а тут в пять раз больше этих самых долблений вот и тут все говорю говорю не показываю мой приятель мне сказал что он все десять лет пользовался там механической клавой у него все время была там еще когда он в рашке жил а потом он перешел на маковскую какую-то клаву я не помню название но потом погуглила поняла что это маковская клава по большей части только с маком и живет у меня как бы линух конечно маг это отсоединение а клинуха практически родной сводный брат также как ведроид но 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 и я там почитала отзывы что как бы там свинду еще что-то поняла что это тупо механическая клава и можно любую механическую клаву просто вот с нормальными отзывами посмотреть что и как мне посоветовались и нет отзывов или мало отзывов или как-то непонятно можно посмотреть эти же отзывы на амазоне я не знаю если на амазоне дексп но вот эту я уже просто поняла что как мне он даже посоветовал что лучше такую клаву щупать на месте и я решила пощупать на месте там была предыдущая ну как бы на сотню дешевле это 2999 там 2 899 шри было сейбер но на сейбер были плохие отзывы black sword rpg игровая механическая клавиатура металлический корпус юсб кабель в оплетке мультимедийные функции механика вот они даже она стала 2999 клавиатура dex black sword rpg и юсб черная вот она вот она вот она вот она но и там было как бы написано на этой фигурюшке типа внимание если наклейка повреждена или испорчена проверьте содержимое коробки перед приобретением товара я там другой немножко смотрела девушка очень аккуратно отклеила и наклеила наклейку там не не она не порвалась до следующего покупателя ну мне короче сначала мальчик там проверял когда я офигела что там клава такая я как бы я даже не помню была ли у меня когда-либо клава с подсветкой вроде как это было но как бы это подсветка там ну не нас ну не такая навороченная была может там просто светилось что-то сама вот по себе клава не именно буквы так где-то свет падал поэтому я слегка сначала офигела но когда я поняла что это такие клавиши такие он буковки у всех клав я пришла к выводу что мы с ней друг друга очень хотим она была единственная там тут у нас клавиши можно и снять при случае но как бы почистить клаву как вот у меня такая фишка была с асусовской клавой когда-то там usb проводок режимы подсветки пользовательский волна всплеск анимация дыхания угасания регулятор яркости и скорость подсветки black sword 14 режимов подсветки rgp подсветка мультимедийные клавиши игровые режимы подсветки но и блокировка клавиши windows но думаю то же самое что допустим linux принципе как бы это я выиграть а не играю но вдруг когда чего по крайней мере если вдруг тот ко мне припрется то вот у меня будет клава игровая срок гарантии на нее год как я уже говорила это вообще модели июля 2019 года срок службы 24 месяца думаю она мне дольше проживет потому что все-таки не игроман внимание любое изменение в конфигурации клавиатуры отменяет действия гарантии то бишь как бы сам туда не лазай где-то у нас еще то что и еще мне понравилось у той кстати клавы когда его смотрела на витрине ту эту которая у меня такая не пойми какая не будем говорить магазин и тыкать него пальцем там было написано полтора метра на самом деле там меньше чем полтора метра провод мне его стабильно не хватало там метр триста пятьдесят ну короче метр тридцать пять пардон сто тридцать сантиметров тут же у нас метр восемьдесят сто восемьдесят сантиметров предыдущая которая на сотню дешевле это сайбер там будто сто сорок пять сантиметров но мне именно на волосы по длине провод был нормально шапок она была игровая клавиатура черная механика сто четыре клавиш точно так же как на предыдущий но не механической металл пластик это вот материал корпуса проводная юсби но и 883 грамма мне от приятель сказал что они как бы тяжелее дороже но зато качественнее живут дольше но вот я такую и хотел в принципе функции технология nk роллер обработка неограниченного количества одновременных нажатий это видимо в игре когда вот я потому что как бы не в курсе как это делается хоть я смотрела одно аниме и по моему это дунхуа было и вроде даже аниме как конкретно но смысла не только китайскую анимацию на японское аниме в том плане японскую анимацию где вот как бы что-то было с компьютерными играми и даже некоторые слова стала понимать в сленге своих друзей и сетевых знакомых это активные звуковые ощущения срабатывания легкое нажатие до до срабатывания рабочий ресурс около 50 миллионов нажатий вот там как раз вот у тебя той было 10 миллионов нажатий или что-то в этом роде у меня это коробочка та коробочка голубенькая лежит там на сожжение в сад сейчас я попытаюсь это просто тут даже коробочка такая конкретно массивная хорошая сама по себе это коробочка тут у нас я впервые вижу такой уклавы на пластик какая-то штуковина бумажка по применению так механическая клавиатура с подсветкой руководства пользователя клавиши что они обозначают ну сокращение на них присутствует не во всех моделях линейки дэкс то что тут расшифровка сокращение названия клавиш потом вблизи посмотрю переключение типа подсветки клавиш вот тут даже есть как команда очень хорошо разберусь значит блокировка клавиши windows нажатие флэн плюс окошечко чтобы заблокировать клавишу windows при необходимости и повторить нажатие чтобы разблокировать ее правда не знаю для чего это видимо это чисто фишка игровая мультимедиа клавиши у меня кстати была какая-то клава давно без всяких подсветок но там тоже с мультимедиа клавишами была она жила с виндой я как раз на тот момент начинала свою дружбу с линукс но с линуксом она тоже жила но не на все системы она как бы реагировала этим мультимедиа клавишами дополнительная информация изготовитель star wave бла-бла-бла китай полномоченная изготовителем лицо атлас владивосток но в принципе китфорд тоже в китае делается при этом вполне нормально я к тому что вот у меня зажигалка которую я уже тут ролик смонтировала выложила на канал она у меня как бы газовая зажигалка была зерна в россии мне ее проверили в магазине а я еду дважды попользовалась ну как бы я зажгла и газ один раз второй раз зажгла там чайник допустим поставила супчик поставила и на третий раз у меня эта зажигалка больше не зажглась мне пришлось чеком я так расстроилась тогда тебе пожалуйста на грабе речек поли туда зажигалка 200 раз стоило я приехала мне по чеку ее поменяли и вот это вот тоже самое русская такая же только цветом другая наполнись и живет и пахнет без всяких нареканий тфу тук тук практически деревяшка дата изготовления сроки гарантия эксплуатации указаны на упаковке устройства о слушайте люди тут даже две вот таких штуки только сейчас заметила вторую впервые вижу чтобы клаву вот сюда укладывали да конечно да увесистая ощущается конечно не гиря 8 граммовая как у меня справа по борту лежит но тоже в таком пакетике я там попробовала на ней так вот поклацать действительно шнурочек этот самый тряпочкой оплетенный слушайте такой кайф тут такая фигнюшка как вот у меня такая же фигнюшка на этом на шнуре от сканера моего каноновского каноновский сканер тоже довольно древний я его покупала как раз в 2006 году когда вот у меня компьютер первый был но он недолго у меня пожил или же долго хрен его знает ну короче я долго что-то не могла присоединить этот сканер потому что у меня не было этих юсби дырок надо было панель отдельно покупать а потом у меня сдох биос ну по версии моего соседа тогдашнего компьютерщика кстати сосед того же года что наш японист везет мне на этих людей кстати люди восемьдесят девятого года выпуска по большей части такие лапочки если парни не знаю что девушки но девушками вроде такого года выпуска почти не попадались а такой вообще такой классный я уже его люблю мы с ним будем жить теперь долго и счастливо тут даже гвоздики блин на клаве гвоздики шикарно у ты моя лапочка у ты моя зайка она она с этой стороны вообще как бы такая зеркальная напоминает мне мой этот синтезатор на самом деле это у меня медиклава пробел на трех штучках стоит а так минут меня как бы оно напрягло что оно такое сначала не поняла я думала что он такая вот бледная вот эти клавиши на среду мы блин какой-то не печалить то если без подсветки я думаю отсюда видно вот совсем ближе а потом я уже вот сейчас поняла что тут я еще когда домой ехал на велике я подумал что наверняка там какой-нибудь что-то типа полупрозрачное чтобы как раз вот эта подсветка выделялась и она действительно так и есть и но шершавенькая такое и как вот у меня была одна клава у нее конечно она была без подсветки но у нее были такие буковки как раз шершавенькие и там довольно долго не убив не стирались эти буковки хотя на одной было такое как бы наклейки имитирующие шершавенькость и она по моему через год у меня померло ну смысле именно буковками стерлась такая лапочка такая хорошая слушайте там причем в магазине по моему практически все дэксповская хотя на сайте я разное видела и оклик и еще что-то вот так лику меня была мышка который мне подарил подписчик денис насколько мне известно он там папой стал не знаю может уже и не смотрит потому что как бы когда нормальные родители становятся родителями второй раз допустим то он уже как бы не до ютуба и прочего но есть те которым как бы плевать на своих детей есть те которые нормальные вот нормальные и вот там как раз мышка usb была с хвостиком вот этим ну типа блютузная она мне три года жила стабильно так потом уже у нее что-то совсем там умерла не в батарейке было дело просто она короче умерла но я потом уже узнала что как бы это ну нормальная жизнь для мышки такой если постоянно юзать вот клава оклик который у меня лежит из того самого магазина который я не хочу рекламить дизлайковый такой просто полный отстой и вот я видела эту клаву окликовскую тоже вот типа механическая но на нее тоже таки отвратные отзывы были я подумала что нахрен рисковать у меня в принципе телефон дэксповский батарея солнечная дэксповская первая клава которую дэксповскую брала там все хорошо хорошо было ну кроме что буквы стерлись а в принципе они довольно долго не стирались они полноценно стерлись а у меня там стерлась допустим где-нибудь там английская буква где-то там вот на другой клавише только русская буква где-то полноценно хотя вот у меня родственник стебался что у меня пальцы подушечки пальцев утренированная пианинка выделяет какую-то едкую жидкость поэтому неустойчивая краска на клавишах у некоторых клав стирается подается стирать вот она такая тут эти вот ножки питание 5b проводная клавиатура 07 2019 когда сделано такие резине ну как почти резиновые такие мягкие вот здесь вот подушечки и здесь вот ну что можно поставить допустим просто на подушечки а можно поставить на ножки сейчас я буду при подключать но и после уже запишу как она будет выглядеть действий вот моя клава я уж думала что мне придется ехать давать ее потому что что-то не пошло но не пошло оказывается чисто через переходник с эти тоже этой это кстати переходник дексповский и вот и вот от той клавы он был вместе вот с клавой короче которая тогда покупала в декспе беленькую именно от них но как бы бонусом клава с переходником была и избишная все последние клавы у меня избишные я тут нажала на какую-то уже забыла клавишу чтобы перейти вот можно там выбрать режимы буду настраивать ее ну до этого она просто цветами радуги все светилась и немножко переливалась и действительно эти вот штучки которые такие блеклая клава которая даже не то что не светилась и не печатала никак не реагировала через вот этот переходник в ps2 она у меня ночью ну да вот это как бы как окошечки в стенках и скажем так вот эти буквы буквы это прозрачная штучка прозрачный пластик либо не металл но и вот она так светится у меня показать это заставка которыми ники тут сделал год назад еще на к новому году на релиз какой-то манги которую тогда делала кусок моего пальца вниз вот клава но я в итоге и сначала воткнула прямо включенном компе порт юсб 03 30 ну что-то она как-то попискивала я напряглась вырубила комп вырубила его полноценно потоки и переставила сейчас у меня моя акселиновская колонка жуткая ужасная с юсб-шкой от компа питающиеся я ее как раз представила на 30 20 поставила рядом с ноги тех овской вебкой эту клаву так что люди смотрите сейчас мы протестим это вот что всем спасибо за просмотр если вы сомневаетесь вы хотите купить клаву и вам нужно вот именно механическая даже если вы не геймер уберите именно механическую смысле вам нужна нормальная клава а вы сомневаетесь брать и механическую вот хорошая клава дэксповская всем пока